Сегодня в Балашихе начинается суд над бандой аферистов, которая обманом присваивала дорогие автомобили. На скамье подсудимых 18 человек, в том числе бывшие сотрудники госавтоинспекции и лизинговых компаний. Они разработали ложную схему, по которой машины оформляли на подставных лиц и вывозили за границу. Все подробности в репортаже Дениса Восковского. Эйфория переполняет автора видеоролика, точнее авторов, Пока один, небрежно размахивая пачкой пятитысячных купюр, старается непринужденно произнести заранее подготовленный текст, второй снимает всё на камеру и периодически подбрасывает в кадр новые порции банкнот. Насладившись купанием в деньгах, молодой человек, чтобы произвести ещё больший эффект на зрителя, переходит к демонстрации дорогих вещей. В этот момент любительская съёмка начинает походить на видеописьмо другу. Наконец, новоявленный хозяин жизни переходит к прямым наставлениям, как будто приоткрывая секрет своего ошеломительного успеха. Не надо дома сидеть целыми днями сутками, уже телевизоры смотреть, интернет с гиксами общаться. Надо работать. Реально, кто работает, тот зарабатывает жизнь. На жизнь этот молодой человек и ещё 30 идейных борцов за денежные знаки зарабатывали крупным мошенничеством. При помощи двух бывших сотрудников ГИБДД и четырёх работников лизинговых компаний, они по поддельным документам брали в аренду новые автомобили премиум-класса. Как только машины поступали в распоряжение несуществующих фирм, их ещё раз переоформляли и уже затем перегоняли в соседние страны. Криминальный бизнес процветал два года. Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, так как обвиняемые применяли средства конспирации, имели подставные документы и фирмы. В конце концов, оперативникам всё же удалось выйти на след преступников. После долгих часов наблюдения и отслеживания многочисленных контактов, в руках следователей оказалось настоящее видеодоказательство, что называется, с именами, паролями и явками. Салман и капуста. На этих кадрах оперативной съёмки та самая квартира, в которой снимался ролик с денежным дождём. Ну что, убери, 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 руки покажи. Сегодня перед судом предстанут 18 участников банды, остальные пока в розыске. Денис Восковский, Евгений Васильев-Каменский, Вести. Продолжение следует...